В ночь с 19 на 20 октября на побережье города Гагара разыгравшийся шторм нанёс ущерб главной центральной водопроводной трубе, снабжающей город водой. В ночь с 19 на 20 октября на Гагарский район обрушился восьмибальный шторм, в результате чего пострадали районы Пицунской птицефабрики, Центрибской пожарной части. А главный урон шторм нанёс Гагарскому магистральному водопроводу. Волны смыли береговую стенку и обломали трубы. Мы сегодня силами Абхаз-берегозащиты привезли трубы диаметром 800. Вот сегодняшний день совместно с водоканалом и со службами города, практически поставлена нам задача была в нижнее время запустить этот водовод. Но я думаю мы сегодня-завтра сделаем этот водовод, в нём и ночью будем работать, но воду дадим городу. Здесь надо делать укрепительные сооружения, то есть или тетропоны ставить большие, или ставить стенку, чтобы укрепить нашу трубу. Иначе у нас в ближайшие первые ещё 2-3 шторма и практически наш водовод опять будет разрушен. Данная проблема на этом участке возникает при каждом высокобальном шторме. Чтобы город не остался без воды, в первую очередь необходимо укрепить здесь берег. На сегодняшний день администрация района не в силах самостоятельно решить её. Постоянно каждый год и в год несколько раз у нас весенние и осенние шторма обязательно будут ломать наш трубопровод. На сегодня, к сожалению, море находит, наступает и уносит берег. Для того, чтобы решить эту проблему, которая вот на сегодняшний день у нас, необходимо, значит, берег укрепить, вернее, трубопровод, напорный трубопровод диаметром 700, необходимо укрепить на расстоянии километр 200. Для этого нужно делать подпорную стену, для этого нужно обязательно класть в море волнорезы. И если уж решать глобальные эти проблемы, нужно обязательно сделать фундаментальную работу. Фундаментальная работа заключается в том, чтобы избавиться от волны. Силами госкомпании «Абхазберегозащита» и городских служб подача воды в город будет возобновлена в ближайшее время. За ходом работ следит глава администрации Гагарского района Григорий Еник.